итак периодические функции welcome mess for data science для начала давай мы с тобой вспомни вообще что такое четные нечетные функции перед тем как мы уйдем туда в небытие давайте расскажи мне про отчетность нечетность функции какие вообще свойства что-то вообще f от икс название функции x перемены так это хорошо четная функция первое свойство это область определения симметричной относительной точки о а вторая это f от x равно f от минус x да и тогда это о чем говорит о если выполняется все должны выполняться условия да все да все хорошо далее сразу же и и тогда расскажи мне про нечетность расскажи мне про нечетность нечетная 1 1 свойство такой же область определения функции симметрично физической точки о второе свойство это что f от минус x равно и минусов от x ну хорошо вот начнем с вот что за функция какая степень у этой функции не мешаем можно пожалуйста посторонних убрать так итак здесь у нас учетная степень вот это важно смотри у нас здесь четная степень поэтому говорим что функция четная правильно но когда у нас появляется нечетная степень но как мы понимаем это мы это понимаем не только поэтому и потому что график функции он симметричи относительно чего точку да он симметричен относительно он он симметричен относительно нашей вот области определения то есть нашей точке о точке о окей вот это у нас уже функция нечетная как мы все это понимаем симметрия есть но сохраняется симметрия на рисунке 10 до рисунка единственных нет нет уже это уже нечетная функция хорошо и степень какая будет ну например x x 3 x куб понятно что здесь x квадрат это x куб понятно то есть на основу основываясь на показатель степени а это мы называем показатель степени мы понимаем что это четная нечетная функция и учитывая эти и свойства хорошо далее next мы с тобой это доказали помнишь смысла доказали это равенство также ты меня училась 50 доказательства также я еще раз проконтролирую чтобы у тебя было по домашке это вот это все динамит дидактический при месяц запоминать что это твоя домашка вот это твоя домашка дидактическим материалы это все это домашка должна мне это все знать 84 начиная с 84 нам нужно будет устанавливать является ли функция чет или нечетный и также нам нужно будет но здесь есть некоторые подсказки но здесь уже подсказок нету здесь тебе со самой просто я прошу тебя установить хотя бы четная нечетная просто учетной нечетная да но это на самом деле очень просто это зряж за минуту по идее далее а что касается периодически функции вот это уже более сложная тема функция функция f называется периодически записываем что функция f называется периодическое есть существует Такое число... Кстати, обратите внимание, что это уже... Это базовая... Такой алгоритм описания. Когда мы пишем, если тогда, если существуют функции E, пусть... Это всё база, запоминаете... Это называется паттернер. Это называется математический паттернер. Запиши где-нибудь. Математический паттернер. Доказывать... Функции. Доказывать функции, или доказывать теоремой. Ты будешь использовать математические паттерны То есть, уметь писать доказательства Это значит, что использовать математические паттерны Далее А где эти паттерны можно увидеть? Как бы понять, что это паттерн Это кто? Это я слушаю, спрашиваю тебя Функция f называется периодической Если существует такое число t не равно нулю Что при любом x из области определения функции А буковка области предельной функции Это какая буковка? Область определения функции А, область определения функции Д Итак, записываем, что Функция f называется периодической Если существует такое число t Не равное нулю, это важно Что при любом x При любом x Из области определения функции Числа x минус t и x плюс t Кстати, это такая получается асимметрия Также принадлежат из этой области И выполняют равенство У нас должно выполняться равенство То есть если равенство выполняется Значит мы можем рассуждать И говорить о том, что Функция является периодической То есть если выполняется равенство f от x равно f x минус t И это все еще равно f x плюс t То есть если f от x равно вот эту Правая часть равна левой части То мы говорим, что функция является периодической Записываем Итак Функция f от x Называется периодической Если существует такое число t Не равное нулю Что при любом x Из области определения Функция x минус t И x плюс t Также принадлежат Кстати, слово принадлежат Ты можешь использовать из теории множеств Можешь использовать Буковку e Функция числа x минус t И x плюс t Также принадлежит Этой области И выполняется равенство Вот самое важное Это тебе нужно выполнить равенство Если равенство не выполнится Это все Это Периодическая На нем не может быть функция Итак, записываем равенство f от x равно f от x минус t Равно x плюс t Кстати, а x минус Ваше кто это такие? x это как мы называем? Что такое x? И что такое x минус t? Что это? Что-то переменную А по другому? Не подсказываем Может, пожалуйста, посторонних убрать? Вы уберите посторонних Согласна, и нет Можно я подсказать? Пожалуйста, и урок провожу один на один со студентом Зачем? С студентом Да, давай Давай, мой студент, дорогой Давай Не отвлекайся Итак Да, она мне подуху Свои Смотри Тощит Давай, записываем Отвлекайся Меня Работает f от x равно Кстати, а сейчас Настя, используй просто наушники Когда мы с тобой Уроки проводим Хорошо? Так С удовольствием f от x равно f x минус t Это аргумент функции Равно f x плюс t Это равенство должно у нас выполняться И тогда мы скажем То, что в этом случае число t А t это число Которое не равно нулю То есть t это какое-то число Которое не равно нулю Называется периода функции f Где f На самом деле f это закон На самом деле Вот эта буковка f Это мы говорим функция На самом деле Это закон Но это слишком сложно понять для тебя пока что Это что-то Что-то свяжено Свяжем Свяжем математикой Что-то на Непланетянском Да, но твоя мама Скоро узнает Что такое f f это закон Мы будем с ней Когда мы от анализа изучать Она все это узнает Далее Если t Период функции То t От k Вот эта буковка k Если t Период функции От t Период функции Будет только в том случае Если будет выполняться что? Равенство Равенство Которое мы с тобой Обозначили Если ты Являйся Период функции Это если оно Выполняется То t k Запятая t умножаем на k Где k Читай Вот эту запись Читаем Где k Принадлежит Множеству z Окей Z это что за множество И k не равно Ну что такое множество z От минус бесконечности Да Плюс бесконечности Плохо сказала Ну Мне не нравится Это не точно Я не понимаю что такое множество z Объясни мне нормально От минус бесконечности То плюс бесконечности Ну да А нет Расшифрой мне множество z Как по-русски сказать Слово одно Множество всех Не знаю Множество всех чисел Integer Что такое Integer Господи Я не помню Ну по-английски Это не в тебе Переведи Не знаю Итак Ладно Я тебя понял Множество Целых Чисел Я не знаю Чанг Запиши Записывай У тебя там есть Кое-кто Кто Знает Английский Давай Записывай Z Z Это Integer Integer Это Множество Целых чисел Записывай Где-нибудь На полях Я записываю А множество Целых чисел Какой диапазон От минус бесконечности Да До этого Ты мне Сказала Что это Множество Чисел Это важно Потому что Если мне Сказала Просто От минус бесконечности То что это Это дроби Это Это Все что А это Неправда В Z Не входит К Не равно Нулю Также Период Функции Записываем Что К Лежит Z Где Z Является Множко Целых чисел И К И К Запятая Запятая Это И Вот Вот Эту Запятую Должна читать Как И Видишь Внизу Стоит Это И На самом Деле И К К Не равно Нулю Также Перевод Функции Ну что Следовательно Значок Ставим Следовательно Что это значит Ну то что Если у нас Т является Переводом Функции Она выполняет У нас условия Равенства Значит она Является Переводом Функции То Или Либо То Либо Тогда То Т К Где К Принадлежит Множко Целых чисел То есть Мы К Умножим На Т А Т Это Не 0 Ты Это Не Ноль А К Это Какой Это Какое Число Это Например Число 5 Или Число Минус 5 Или Число Минус 3 Или Что Все Что Главное Чтобы К Не Был Равно Нулю Если К Будет Равно Нулю Это Бессмысленно У нас Не будет Периода Никакого Таким Разом У нас Мы Говорим Что Явно Т Это Какое Число Не Ноль И К Это Тоже Число Не Ноль И Тогда Это Имеет Смысл Также Это И Это Это Факция Когда Умножаем Т Нак Если Ты Это Период И Так Следовательно Всякая Периодическая Функция Имеет Бесконечное Множество Периодов Ну Это Естественно Это Понятно Да На Практике Давайте Объясним Что На Практике Обычно Рассматривать На Имейший Пложительный Период Сейчас Побуду Период Кстати Ты Мне Про Это Расскаж Что Ты Про Это Знаешь И Что У тебя В школе Про Это Говорили Мне Будет Я Знаю Только Периоды Из Географии Очень Интересно Мне Послушать Что касается Кстати Сейчас Буду Битнером Грузить Это Я Сказала По фактам Я понял У тебя Еще Битнер Сейчас Будет Далее Что касается Третьего Свойства Значение То есть Значение Периодической Функции Через Промежуток Равный Периоду Повторяются Вот это Уже Хорошо Нам Это Облегчит Жизнь Значение Периодической Функции Через Промежуток Равный Периоду Который Мы Период Нажим Период Значение Повторяются Через Обзначный Промежуток Это Обстоятельство Используется При Построении Графиков Таким Образом Значение Периодической Функции Через Промежуток Равный Периоду Повторяются И Как раз Это Обстоятельство Используется При Построении Графиков Нам Стало Легче От Этого Или На Волок хорошо все запомнили это законспектировали далее ну начинаем промежутки закона почитай давай записан записан 6 6 6 глава уже и что параграф подожди параграф начинаем числовые промежутки на которых функция сохраняя свой знак а это уже интересно то есть остается положительный отрицательный а ты должна мне еще рассказать где функция положить на где отрицательно называется промежутками знака постоянства и ты это знаешь я это знаю что ты знаешь и так записываем что как раз промежутки на которых вот числовые промежутки именно сделай акцент на этом число и промежутки на которой функция сохранять свой знак а знак может быть либо положить либо отрицательный называется как раз промежутками знака постоянства и в дальнейшем из тобой не часто это использовать далее второе знака постоянства промежуток постоянства функции легко судить по ее графику ну на самом деле мы можем с тобой геометрически понять какие же там промежутки какие знака постоянства например давай что запишем второе что у нас промежутки знака постоянно функции легко судить по его графику далее рассмотрим кстати вот вижу как мы математически это делаем это кстати математическая патент запомнил что я буду говорить это математический паттерн мы говорим рассмотрим или пусть или что мы еще будем там тогда но тогда обычно вы исходит из какого-то утверждения мы говорим какое утверждение и пробуем тогда или следовательно мы говорим о промежутках знака постоянства функции легко судить по ее графику рассмотрим например функцию y равно x и ты не должна когда мы с тобой будем соответственно какие-то проводить вербалику с тобой между вы вербали к начнется да ты мне будешь ты не будешь гореть и галина прием пример насти ты мне скажешь рассмотрим например функцию то есть ты должна прям-то гореть вот далее y равно x рисунок двенадцатый и так например у нас здесь f от x больше нуля f от x больше нуля да вот она эта штука что это за функция расскажи мне привет функции что это вообще такое инженерная функция это график ли функции до f от x больше нуля при x говори при x принадлежащему множеству а сейчас будет жарко тебе давай положительных смогла смогла тащишь давай 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 говори положительных блин вещественных чисел а действительно чаще к чаще ли на действительно чаще мы мы чаще угарим действительно числа я заметил это у меня статистика если виду статистику давай f от минус и под них смешали а при x принадлежащим при x принадлежащим множеству отрицательных вещественных негативные 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 реальные числа то есть это негативные действительно числа негативные ну либо отрицательные числа иначе говоря по-русски а в первом случае у нас грязь расположен выше оси вот это уже ключевый момент в том случае ниже давай с тобой быстро накалякаем вот эти вот 2 графика просто вот линейную функцию начерти и напиши что f от x больше нуля при x x принадлежащий r плюс то что это важно то что иначе говорят и быстро забудешь эти все математическое обозначение и так давай рису график линейную функцию пиши f от x больше нуля при x принадлежащим множеству реал набор позитив позитив реал набор грибок болит тебе нужно обратиться к галецкому галецкий тебя вылечит а конечно ну точно не к врачу да тем более течение будет до доб домашка это мне пожалуй нравится мне это очень нравится доб домашка кстати ты можешь тоже как те мама контролю ты можешь мама тоже контролировать пуск она делает курса какая с курса епама проверять уже ее что на епам делать к с курс хорошо договорились нарисовала мне график линейных далее на самом деле я бы хотел рассказать про сигмоиду но даже пока даже не думаю пока это она слышит про сигмоиду она всегда в седьмой да и как раз так обучается нейросетка по сигмоиде но это неважно далее смотри нарисует этот график вот второй же график да он такой интересен как змея до во втором случае нас график расположен ниже уже оси здесь . в этом в этом периоде вот у нас периоды то есть это некая симметрия у нас тоже у нас есть жизни циклы жизни спирали жизненный цикл спирали вот у на стенах и жутко с также в экономике тоже знаешь мне экономическое образование у меня кс-диплом по экономике знаешь о нем вам général сказал все кричил экономики называется это называется экономике спирали смотри вот у нас вижу так вот сейчас здесь позитивный тренд а здесь негативное все внимание что даже так финансовый рынок если мама слышит вы финансовые рынки так устроены это называется называется восходящей тренд это задач нисходящий тренд но неважно какой экономику не будет не будите рассказывать да далее я принимаю что сейчас криптовалюта она у нас находится на настоящем тренде это значит что может сейчас закупать далее смотреть а следующий момент вот у нас есть такие графики правильно это что-то уже послали пока мы это с тобой не будем затрагивать но посольство будет этот график соответственно он уже такой очень интересно тут есть некие периоды периоды от точки до точки есть у нас график ниже оси выше оси позитивной негативные так далее это все очень интересно далее смотри значение аргумента xd от это появляется область пиле и функции при которых f от x равно нулю это что такое если у нас f от x равно нулю это что за x если нас пункт означает 0 x 0 то получается да это уравнение само то есть что являя а что в иксе непонятно x это переменная а переменная ты же знаешь из программирует спать например правильно перемен ты можешь все что угодно ты можно засунуть выражение число можно свой правильно да называется корнями записываем что значение аргумента x ближайшего d от f при которых именно f от x равно нулю называются корнями или нулями функции но чаще в чаще всего я говорю корнями функция мы с тобой нулями я вообще такое редко использую в лексике и так точнее аргумента и x ближайшему оба спине и d от f при которых у нас d от f является 0 и эквивалент на нулю называется корнями функции и так аргумент функции это мы с тобой уже знаем и так таким образом есть у нас аргумент функции обращать функцию в ноль это как раз абсциссы точек а что такое вообще кстати абсциссы что такое вот допустим ось ось абсцисс абсцисс это y что x это игра слов да x это игра слов я понял все хорошо и так это x записывая обязательно что функция обращается в ноль кстати в ноль точнее вот вижу ты меня вот такие вот у меня студент которые меня говорят 0000 на салим грим 0 далее это абсциссы точек пересечения графика функции с осью x рисунок 13 вот они наши абсциссы точек пересечения график у x вот они . 1 . 2 . 3 . из 1 x 2 x 3 таким образом таким образом таким образом ты где записываешь у меня это абсциссы точек пересечения графика функции с осью значение аргумента x принадлежащему d от f записал да . далее записываем при которых f от x функция обращается в ноль функция обращается у нас 0 кстати обрати внимание что у нас должны быть еще интегралы интеграл эти будут по моему ближе к 9 10 класс 10 класс надеюсь скорее бы мы с тобой дошли уже надо ускоряться нам так смотри d от и при которых f от x в нулю называется корнями функции лучше нулями но это очень редко мы не используем нулями функции лучшим корнями функции ну ладно пиши в кругу скобочках нулями но это прям очень редко даже ты у меня вот когда физмат поступишь в вышку да надеюсь мы ставим из мат поступим здесь нет хорошо так хорошо дальше пошли смотри следующий момент таким образом зачем аргумента при которых у нас функция обращается 0 это абсциссы точек абсциссы точек пересечения графика с осью x там у нас функция обращается в ноль то есть именно в этих точках у нас обращается функция в ноль записала понеслась давай даме определение функции это функции то сейчас надо подумать у тебя я тебе даю минуту или много это зависимость переменной или как примерный x да какая зависимость один к одному или сколько что один к одному у нас будет одному иксу соответствовать два игрека еще такое это уже не функция это уже не функция правильно а кстати вот когда ты меня будешь изучать уже высшие слои математики в и шмат который мама будет изучать ты помешь такое биекция сюрреекция и так далее и я жду не заждусь того дня когда мы начнем изучать эту тему с тобой здесь мама еще очень скоро уже и так далее что такое область меня функции и множество и значений что это вузу и мин опять подсказывают убрать из помещения я не буду сейчас за вопросы и вообще я не буду я не знаю посерьезнее ребята коллеги посерьезнее функция и так d от f это что такое еще и что такое множество значение какие у к ним букв как мы сможем вот например вот у нас отдавай абстракцию y равно 1 9 на x оба цепили какая у справедливая хорошо правильно однако ладно смотри следующий момент давай сразу же я тебя на домашку контрольный вопрос задам домашку про и как как раз как-то темы все эти усваиваешь а потому что с тобой сейчас обсуждать мне нужно проверить как ты усваиваешь темы давай все ищите пошли глава уже у нас какая-то глава римские цифрыки ну допустим хорошо получать здесь минус один был часть 9 далее записываем генетическое преобразование графика функции у тебя домашку вообще будь здоров у тебя галлийский домашку у тебя уже две страницы домашку кромана я тебе еще может быть бит не радам посмотрим посмотрим на твой если будешь все хорошо вести то не дам если будешь плохо и будешь плохи слагать про математику дам да итак гематерические заводить графика функции не отвлекаемся и нам нужно понять какие-то преобразованиям у нас же математика нас уже мат анализ на нас уже будет пять лет подряд преследовать 5 лет подряд это каждый это у давай пишем генетические преобразование функции да то есть и таким образом если здесь играть функции например это я просто рассуждаю смотри записала тему надеюсь если извести играть функции например нас для функции y1 f от x это что зависимость y1 f от x какая зависимость ну прямая зависимость прямая зависим мы кладем в f от x x это переменная мы кладем в f от x добре число 5 и возвращаясь там что что навернется нет неправильно ведется но это число которое будет модифицирована в этой функции помнишь мы 100 когда на пайт написали функцию мы туда клали переменную помнишь клали внутрь и возвращали а мы возвращали разные помнишь мысль в первом случае в питоне вернули просто значение x неизмененные согласно в случае мы с тобой вернули во второй функции вернули значение x изменён но уже поэтому что значит значит что нет прямой зависимости ты не знаешь что ты вернешь вот что вот эта функция под их сочет я не знаю лично сам почему они знают а потому что я не знаю что на динтер нет а где это указано и должно быть указано пояснение к f от x вы даже сказать что их равно f от x чего-то там какая-то формула если это не указано если это не указано в задаче в описании значит значит соблюдается прямая зависимость если не указано их равно там какое-то число какая-то вот а математическая операция с переменной x если не указано значит у нас используется прямая зависимость значит что если ты кладешь x равно 5 и у тебя будет y равно 5 окей это значит не указано это где-то в описании далее то есть с помощью некоторых преобразований плоскости а что такое плоскость это как у сколько д вообще плоскость это сколько д ну насколько д и странные вопросы ну в кинотеатр ходил вообще кинотеатр когда-нибудь ты каком какие фильмы смотришь кто-то за пять фильмы как к кинотеатр ты сможешь какие фильмы каком д 4к 4к но это 4к это разрешение это не связано никак я понял я понял тебя все слышал короче когда ходила на 3d фильма я очками которые что не такая можно убрать посторонних скажу я не буду я отказ провести руки без наушников я все сейчас я уже говорю утверждают точно я отказ провести руки без ножников отказываюсь серьезно я не буду проводить все таким образом а когда ты ходишь соответственно кинотеатр да есть тебе дают очки у тебя какой-то про и появляется объем согласно то есть эффект реалистичности то есть таким образом у тебя есть 3d ты ты ходишь 3d кинотеатр и как это и гады киатр вот ты живешь в какой размерности вот какая у нас размеры мы живем с тобой ты я все многомерность какая у нас размерность нашего пространства сколько ну хорошо давай начнем с простого вот то что ты честно к не видишь это именно то что вишни экране это сколько д сколько сколько оси наш экране есть сколько на оси и экране у вот экран это что такое ну ладно ну да это на самом деле это просто x y просто x y даже у нас же нету глубины экрана вот ты же просто мощный кран а экран плоский правильно ну если как плоский то сколько это получается эта плоскость это 2d 2d а 2d появляется за счет того что у нас только две оси это из y до 2d x y и есть еще и еще за обрати внимание есть есть понятие программистов есть понятие 2d игры и нас когда слышал такой вообще нет не слышал хорошо ну что ты знаешь то что я же раньше я же бывший разработчики писал дальше игры на джаваскрипты я писал игре на python я писал чего года писал таким образом знаю таким смотри 3d это тот мир которым живем почему мы почему это 3d скажи просто потому что у нас есть появляется понятие как потому что объемную ну да и объема глубина и вот это все это появляется правильно это уже д и таким образом чем больше д тем допустим нас 4 4d как ты конечно понятно что 4d ты никогда не представляешь что такое но я представляю что хочет 3d но тебе не надо знать смотри к чему и к чему и все виду потому что у тебя офигенный препод который знает и программировали математику игры и все что угодно да далее смотри тысяч момент преобразование плоскости так что такое плоскость воду юмин сколько д плоскость до 2d потому что у нас есть а x и y у нас то есть смотри а у нас вот смотри когда мы с тобой ты матрицы знаешь ним они даже матрицы да неважно да даже просто наш любимый график декабль систем координат реально любая . в декабль системе координат сколько имеет индексов любая . декабль системе когда сколько индексов него что любой любая . находящийся плоскости мы как вы найдем по координатам сколько индексов у этой . координат 2 2 индекса первый индекс по какому идет всегда перед почему идет по и ксу по иксу вторую из почему идет по у реку вот и все че увереннее говорить надо правильно таким образом 3d сколько у нас будет индексов у 3d да хорошо назови мне оси x y и что еще ось третьим за имя глубину да блин нет все молчат шоу нет хорошо хорошо ты что по интуиции говоришь что вы за подсказывает zz до 5 это взял я просто по алфавиту там тебе нет либо неправильно так не надо делать но это понятно что x и xz понятно да но это не самое лучшее решение да не всегда она работает да скажем так далее а x и xz на показать что глубину да она показана пространство а пространство то что такое пространство это сколько это это сколько д вообще пространство и д и больше д согласно и больше д называется пространством даже не так записывать тетрадку что ты надеюсь записываешь что что говорю это мои слова просто золотые слова напиши что пиши что пиши что и и больше называется пространством но я пишу что сначала для начала чем спал с под кости напиши что 2d это плоскость , имеет два индекса по оси x и по оси y бежит 2d это плоскость , имеет два индекса поси иксы по оси игре к причем это я тебе говорю это я тебе уже говорю гиевию своего опыта математического это мне вообще никто ни говорил нигде не в школе вы стоите и гз и просто я тебе груз в гиль уже своего опыта как нейросеть и так 2d эта плоскость x y у нас есть два индекса окей пиши все что больше 2d пиши все что больше 2d пиши все что больше 2d это пространство все что больше 2d это пространство , имеет три и более индекса например пиши ну напиши что больше все что больше 2d это пространство , имеет три и более индекса , например мир в котором мы живем это 3d пиши ну да пиши пиши ты щас где пиши мир в котором мы живем хорошо что у тебя до этого был репетитор по математике как он тебе ну у меня с ним было два занятия весел уроки проводились математически весел уроки математически или как нет грустные но это же это же так нельзя изучить математику они скорее были без эмоционально это же это же это же не есть математика я просто смотрела что он пишет он решал за меня все уравнения все задачки и вообще молодец крутой чувак и потом сказал у меня короче траблы все пока и твои родители платили за это деньги я правильно понимаю я понял я все услышал хорошо мы два занятия в принципе ему так мне был я услышал да я понял смотри далее next а у меня кардинальный подход я живу математикой запиши где-нибудь сенаторов так не тякаемся посторонних второе записываем что если здесь график функции и витяной fatx то с помощью некоторых преобразований плоскости еще раз что такой плоскость какая система координат и фамилия математика декан 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 да я кстати пока еще ничего не открыл поэтому пока математическими фамилии мы еще ничего не называют но в дальнейшем откроем смотри параллельного переноса превозной плоскости который преобразование плоскости параллельно переноса а поле перевоз это просто смещение параллельное это называется перенос осевой и центральной симметрии и так далее это в скобочках можно вообще это опустить но пусть будет можно построить графики более сложной функции да например графе функции fb от x это уже более график сложный где бы это что такое bb это ну типа количество раз который расширяется коэффициент коэффициент перед переменной правильно то есть б от x где x это аргумент функции и по это тоже гумит функции это компоненты это вместе это их как-то объяснить это как бы это их когда не вместе то есть это симбиоз bx это есть общий аргумент функции получается то есть это выражение где запомни где что-то умножать складывать чего угодно это называется выражение то есть и и аргумент представлен в виде выражения у функции аргумент приставили выражение таким образом мы получаем с тобой сжатие функции графика f от x в б 1 коси о y правильно то есть это значит вот сжатие сама в б 1 какой-то количество нажимается график коси о игре у нас у идет сжатие как будто берешь гармошку до гармошку берешь даже у тебя вот два пальца 1 2 2 пальца большой и указатель вот раздвигай и потом двигая внутрь вместе хлебе их вместе делаем их туге за рука и мэйк туге за репетом в это в школе выпасть раздвигали интересного расскажешь потом от y я понимаю хорошо от y при б больше 0 больше больше не записывает а это не просто слушай меня записывай хорошо или растяжение 1 9 на b 1 от этой оси y при 0 в промежутке в каком диапазон 0 меньше равно меньше меньше b и меньше единицы это о чем говорит это это растяжение от номинатель должен быть какой обязательно чтобы сделать растяжение что какой должен быть знаменатель чтобы наша функция растягивалась а вот ты попал что мы с тобой обсуждали то в диапазоне от 0 до меньше b и меньше единицы назови любой знаменатель в в этом диапазоне 0 5 хорошо докажи мне что функция растягивается давай для начала мы с тобой еще раз помним еще раз вот я обожаю вот это все да вот смотри еще раз смотри вот наш любимый python да да вот функция мы сюда кладем какой-то аргумент вот взял сюда положила что-то да и вернул это уже фукса получается видоизмененное значение кто согласна но зависимость осталось прямой потому что одному игреку соответствует что 11x но фишка в том что видишь они терять может быть так можно и терять а что как еще можете терять ты может еще не терять скажи как угодно да как угодно или просто ритюн x просто ритюн x не видоизмененный согласно но обычно это скучно это скучно обычно делать обычно что-то делать какую-то гадость функция принимает x и стечет одета на горит я берите рука там кури из их плюс 3 например далее next доказай мне что ага я понял смотри что 1 9 на б где бы является где бы является каким диапазоном говорит диапазон 0 меньше равно чё 0 меньше меньше что тихо б меньше 0 и меньше единиц ой мы больше 0 и меньше единиц да ну давай подбирай мне нужно растянуть функцию подбирать имя сказал какой-то там не знаю 0 5 или что там сказала о трехэтажный дробь будет а ну-ка давай ко мне делает трехэтажный дробь давай давай точно нам нужно функцию снуть у нас же bbx bx это у нас x это какая-то переменная то есть у нас будет x где x это какое-то число например число 5 согласно согласно нет конечно докажи мне мнение что это такое что такое ты сегодня остаешься без сладости вот мам скажи маме что чтобы ты все осталось без сладостей смотри то я из-за нее сегодня без пиццы осталось и без сладости что это класс у тебя все дырка там у тебя на платье смотри а как это ну вот так вот смотри надо было раньше со мной заниматься смотри а какая дырка не знаю смотри внимательно сюда смотри внимательно глазками мы что делаем мы говорим мы говорим что мы деление заменим умножением согласно и когда мы делим заменим умножение когда мы заведили умножение мы перевернем нижнюю дробь так я это и сделала я не знаю умножаем 5 коэффициент давайте к этим на же коэффициент поехали на что мы умножаем на 1 2 1 2 и но здесь же у нас мы должны поменять типа кручу-верчу 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 правильно нет 1 2 а 2 1 должна сделать мне виперах нет авторами мерзки . рисова специально и трехэтажные дроби меня не умеешь делать только я не понимаю что не так с этой дробью операция вот эта операция операция это деление правильно и внизу у нас трехэтажный дробь согласно да вот мы хотим деление поменять и нам нужны мы говорим типа деревья заменим умножения и здесь делаем 2 1 уже 2 1 ну да да все окей и что у нас получается при растяжении то есть мы умножаем 5 на 1 на дробь и нас получается 2 5 земли обратно операцию сделаем обратно пираться теперь хочу из 2 5 получить из исходный вариант умножить обратно хочу обратно операцию вот ты сделал множение хочу делением обратно но хочу теперь я не понимаю что ты умножила умножила через коэффициент умножил на другой правильно ну да хочу тебе обратно операцию теперь хочу чтобы у тебя твой получается твой результат ты его поделила на коэффициент время у нас осталось еще минуту давай мне следующий студент быстрее я не понимаю что здесь ты получаешь результат если получаешь результат и потом ты в этот результат который ты получил это просто поделишь обратно на 5 и все и все обратно и приведешь обратно операцию окей все таким образом хорошо но в любом случае мне не особо нравится что ты мне немножко плаваешь да но ничего мы что будем плавать вместе и доплывем что не так было с одной второй все окей все окей смотри мне нужно обратно операция получить сейчас полминуты давай ну вот объяснила не понимают дробь перевернутую и так трехэтажные дроби как мы совершаем трехэтажные дроби например у нас с тобой есть вот любая дробь давай даже вот 7 7 7 например у нас там есть любая дробь например 2 2 3 4 это трехэтажный правильно трехэтажная трехэтажная дроби они может может быть в разных этажей и вы говорим мы говорим то что деление деление мы говорим что нам деление скучно потому что мы знаем что деление это частный случай чего умножение да и мы говорим что мы хотим деление заменить на умножение но когда мы заменим деление умножения мы обязаны эту штуку крутануть и вот мы и крутим 4 3 3 образом мы получаем 8 3 и если мы с тобой хотим один поделить на 2 2 то что получаем 1 вот так вот получится 2 теперь поняла почему тебя даже его неправильно ясно вот и все на сегодня все отлично позанимались не забудьте мои цитатки выписывать и лучше сделать со мной мемы ладно у нас есть студент который делается на мемчике класс